здравствуйте с вами интернет канал максимадзе и мы наконец-то завершаем проходить gta 5 winter edition это последняя серия последняя наконец-то ну еще будет бонусная серия где мы посмотрим на две плохие концовки причем не просто в зимнем режиме но еще и в светлое время судок они же обычно в темное время судок себя чего нас тут про новость не слыханный x пору пират c а средств из федерального хранилища сегодня грабители вынесли из федерального хранилища золотые слитки стоимостью около 200 миллионов долларов мировые цены на золото взлетели сотрудники банка добровольно отдали золото преступника приняв их за инкассаторов но но офигель да сотрудники банка ада затем золото отвезли на мишин роу погрузили на 4 машины подробности нам не известно однако судя по всему группа охранников из мари везер узнала об ограблении раньше полиции они вступили в перестрелку с преступниками но это не помешало тем пересечь площадь легион и добраться до города когда наконец вызвали полицию было уже слишком поздно преступники скрылись к доктору наверное сходить надо еще раз хотя я чё-то сомневаюсь что майкл помогает эта фигня ну давайте зайдем а майкл вы вернулись решили заняться старым заняться своим душевным здоровьем да не знаю зачем пришел честно говоря что вы хотите майкл да не знаю я просто просто хочу хочу чего-то другого понимаете хочу две вещи сразу я хочу быть хорошим отцом и любящим мужем жить правильно и в то же время я хочу другой жизнь полагаю вы задумались вы не задумывались о том что бросая терапию вы обрекаете себя на подобные отклонения нет никогда не задумался и так что на этот раз стало причиной конфликта дела идут неплохо доктор порой оптимизм внушает большую тревогу знаете что док я в порядке жизнь наконец-то начала налаживаться вроде бы я отработал кучу бабок а многие из тех кто до меня пытался добраться больше ничего надеюсь не захотят пока что я не хочу сказать что моя жизнь перестала быть кошмаром и все понимаю что впереди меня ждет долгий путь понимаете моя семья мои друзья мои мечты я совершал дурные поступки доктор я много врал но доктор я полон надежд не прячься за надежды майкл надежда враг упорного труда были ли другие выходки друг мой ну расскажите в чем дело да конечно были хорошие дни доктор но плохих больше намного я совершаю очень дурные поступки понимаете причиняю людям ряд очень больны майкл я делаю все что моих силах но требуется куда больше сеансов я хочу быть хорошим доктор честно но не могу совладать со злой что-нибудь еще сексуальные из личинства не знаете этом плане я был хорошим парнем и у меня вроде бы получается доктор у нас получается майкл вы наконец-то стали меня слушать и это прекрасно только что некоторых вопросах у меня прогресс а в некоторых совсем нет просто невероятно прежде чем прежде я не сталкивался с такой смесью от рецепт самоправдание и откровенного ужаса дело в том майкл вот что давайте сфотографируемся вместе улыбочку что вы делаете да боюсь я больше не смогу вас лечить дело в том что я вас влюблен что да ладно я шучу это неправда отлично вы учитесь отлично что происходит да ничего вам нужен новый психотерапевт а я уезжаю у меня свое телешоу и я хочу стать знаменитым и я хочу стать знаменитым и все эти брыллисты дулки и дебилы всякие которые обзывали меняется голову они выстроятся ко мне вас свое телешоу вас не стоит засекливаться на моих словах я не собираюсь указывать лишнее меня вот тайна есть тайна до свидания вот дерьмо какое мой адвокат говорит что клевету нельзя доказать в суде ты сдохнешь нет нет майкл спокойно майкл спокойно майкл перестать быть психических не уравновешен пускай сваливает это еще не повод убивать его пока я запихну твое шоу тебе в жопу доктор блин спятил конечно совсем что ж дорогие друзья сейчас мы играем за франклина давайте ка походим по дому у нас отметка есть опа на а кто на дверь звонит кому мы там нужны блина ой умник это я какого фига тебе нужно ты мне деньги принес а слушай у меня есть кокосовое молоко или что то наподобие мне нужны электролиты жарковато не так ли ты на тот свет не торопишься может тебе прямо сейчас отправить туда нет 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 брат не меня кое-когу другого нет даже не думай оооооо даааааа но это же мой кори это же макаре то он предал всех кого знал он встроил в тебя дела с федералами и сорвал нескольких бизнес-проектов и убил моего адвоката от него нужно избавиться знаешь что я хотел бы сказать тут ничего личного на самом деле это очень даже лично Но федералы, они приказали убить Тревора. Я не могу замочить обои. Федералы, Стив Хейнс, Дэйв Нортон, Андре Санчес, этих троих клоунов, я бы даже в свои торговые центры на работу не взял. Слушай, я могу сделать один телефонный звонок, и всё, карьере конец. Ну и что ты будешь слушать? Человек, который мечтает о пенсии 50 кусков, или миллиардера, которому даже президент позволяет тискать свою жену, или, словно полный идиот, Попытаешься спасти своих наставников, и в результате станешь врагом для всего штата. Первый, второй, или третий вариант, время пошло. Итак, твой ответ. Знаешь что, чувак? Фак ю! Гениально, приятель. Просто гениально. Но у тебя времени всё меньше и меньше. Подумай об этом. А у меня на носу триатлон. Нужно дренироваться. Пока. Фак ю! И нам предлагают выбрать концовку. Убить Тревора, убить Майкла, или спасти обоих. Целых три концовки, и тут уже гораздо легче выбрать нормальную концовку, чем в GTA 4. Хорошая концовка это спасти обоих. Эти две плохие. Убить Майкла это самое плохое. Давайте порассуждаем. Стив Хейнс и Дэйв Нортон попросили Франклина убить Тревора в серии «Развязка». Там, в миссии, это самое Ламар в беде, там говорят, что он неконтролируемый сильно. Во-первых, Стив Хейнс говнарь такой федеральный. Потому что он обещал стереть досье Майкла за то, что мы там сотрем файлы в здании ФРБ. Но он нифига это не сделал и попытался арестовать Майкла и Дэйва. Потом произошла бойня в центре Корц. Я расскажу о ней чуть позже, если чуть-чуть повторю подробности. А так мы вообще что ему помогать должны? Он толком всю игру заставлял нас делать грязную работу, а сам ничего не делал, мистер Лентяйб. Зачем мы будем... Да и к тому же Тревор, наш хороший друг, зачем мы будем его убивать и слушать какого-то там говноря, блин? Убить Майкла. Дэйвин Уэстон попросил нас это сделать. Он дебил, потому что это самое... Попросил нас это самое, привезти ему 5 супертачек за... И в благодарность за что обещал хорошие бабки. Но нифига он нам не заплатил, кинул нас, короче говоря, на бабки. А теперь просит убить Майкла. Молли Шульц погибла вовсе не из-за вины Майкла. Она сама залетела в двигатель, убегая. Так что... Сейчас он собира... Сейчас ему хочется убить Майкла и чё? Майкл вообще... У Франклина и Майкла у них... Они как отец и сын. И... Мы просто вообще не хочу выбирать этот вариант. Мы выбираем спасти обоих. И объединимся с нашими друзьями, чтобы и устраним врагов. Франклина и Майкла... Франклина и Майкла... Короче говоря, пока мы едем к Лестеру за помощью... Немножко обсудим, что было недавно. В серии... У Стива Хейнса сейчас... Проблемы... После той бойни в центре Корц. А всё из-за того, что его правая рука, а агент Андре Санчес предал её. Майкл должен был встретиться с федералами. С ним, со Стивом Хейнсом и Дэйвом Нортоном в центре Корц. Но Санчес привёл туда целую армию... Бойцов из Мэри Уэзер, несколько агентов из ЦУР. И ещё... И ещё целую армию других агентов ФРБ, которые были нелояльны Хейнсу. И в итоге нам пришлось их всех перестреливать. Стив из-за предательства выстрелил Санчесу в голову. И... Сейчас у него проблемы, потому что ЦУ... ЦУР-то теперь про него Больт знает слишком много, так сказать. Могут... Вот попросили файлы о незаконной деятельности Хейнса стереть из здания бюро ФРБ, что мы, собственно, и сделали. Но Андрес Санчес усложнил ситуацию. И пока мы крали нейротоксин, и пока мы удаляли данные о преступной деятельности Хейнса, Санчес тайно передавал ЦУР информацию о той же преступной деятельности Хейнса. И в итоге никакие данные, так сказать, не исчезли. Подозрения. Но... Назовем его так... Крысеныш, как Стив назвал его, да? Как я уже сказал, Андрес Санчес умер, потому что Стив Хейнс выстрелил ему в голову. Сейчас он просит убить Тревора. Только я не понимаю, зачем неужто он им, федералам, какой-то вред может предоставить? Ладно, сейчас мы все обсудим с Лестером. Чего мы тут болтаемся ходим-то? В чем дело, братан? А как ты думаешь? Ты представляешь себе сценарий, в котором еще накроется... О, жутко. О, в голове так много вариантов, но боюсь, что ляпну что-нибудь интересное, а ты потом сдуешься. И скажешь, нет, у одного парня такая же татуха, как у меня. Почему бы тебе просто не сказать? Один мадафака хочет, чтобы я убил Майкла. Другой мадафака хочет, чтобы я убил Тревора. Я не могу замочить обоих. Я в полной жопе. Нифига не знаю, что делать. Да, вижу. Кто эти мадафака? Стив Хейнс, злобный мадафака из ФРБ. И Девин Уэстен. Ну, тот старый... А, да, злобный, богатый мадафака, который вообще фиг знает с какой норы. Точно. Так, ну и я бы сказал... Убей Майкла. А затем Тревора. Ты что, серьезно, что ли? Ну ты в жобе, я даже не знаю. Да ты все знаешь. Я знаю, но... Мне правда очень жаль, но других вариантов у меня нет. Я делаю все, что могу. Не представляю, как можно разобраться сразу с собой. Да, знаю, чувак. Черт. Мы в полном дерьме. Каждый из нас по уши в дерьме. Слушай, а если... Так, короче, у Стива Хейнса большие проблемы из-за той бойни в центре кортс. А Девин Уэстен... Невероятный скотина. Друг Дона Персимвеля, который руководит Мэри Уэзер. Более того, он, по-моему... Уэстен, по-моему, владеет частью Мэри Уэзер. Точно, 11%. Совсем неплохо для... Чувака такого владеть армией наемника. Оба наверняка позарятся на слитки. Которые мы только что взяли. Если я скажу им, что вы сейчас в литейной муре Ярохайдс переплавляете золото, то, может быть, оба нанесут вам визит, и мы... БАБАМ! Берем их голыми руками. Но других идей у меня нет. Ладно, я свяжусь с Майклом и Тревором. Ты двигай в литейную и приготовься. Понял. Ну что там? Да, у нас полная жопа, брат. Все в норме, Нигар. В таком сраном раскладе... Неужели может быть лучше, чем в сраной псих, как я, да? Вот это я и хотел услышать. Слушай, я сейчас за тобой подъеду. Ладно, жду. Что-то я про ФРБ слишком много болтал, пока ехали. Извините. Короче, вот какой план Лестер сейчас придумал. Мы едем в литейную, где переплавляется сейчас какое-то золото. Или, может, даже не золото. Лестер сейчас скажет... Он сейчас скажет продажным агентам из ФРБ, там, Стиву Хайнцу и Девину Уэстину о том, что герои сейчас в литейной, которую мы сейчас едем, переплавляют якобы то золото, которое мы получили в ограблении федерального хранилища. И они решат позариться на слитки и устроят перестрелку, а мы всех их перебьем. А затем разберемся уже с главарями. Со Стивом Хейнсом и Девином Уэстином. А вот и он, наш черножопый нига. Куда мы едем? Мы едем в один литейный цех. Короче, послушай, если ты не потянешься, можешь соскочить, и я пойму. Давай, я слушаю. У нас тут проблема. Будем спасать моих ребят. О, ты наконец-то вписался за парней? Ну тогда я с тобой по-любому. Кто хочет пришить твоих крышей? Да все подряд. Китайцы, дебилы из ФРБ. И тут богатенький билый засранец, который кинул нас с тачками. Девин Уэстин! Этот говнюк! Чё ж ты сразу-то не сказал? Мы едем ему жопу надрать. Пока надирать ничего не будем. Сначала займемся с теми, кого он нам пришлет, а им займемся позже. Но все-таки займемся, да? Как пить дать? Ублуток получит по заслугам. Значит, ты уж вовсе не такой позднее зазранец, каким хочешь казаться. Всегда помню о своих корешах, о своей семье. Да, ты прямо растрогал. Может тебе в штаны залезть? Да фак ю, нига. В этом городе у каждого придурка есть враги, которые спят, как видят. Которых надо прикончить. Ух, доехали. Это здесь. Больше всего врагов у Майкла и Тревора, да? Слушай, там должны быть Майкл и Тревор. Ты можешь тут постоять и нам. И позвонить мне, когда жулики подъедут. Прибудут. Точнее. Камеры выключить слежение, бля. Пушек нет нормальных. Может это наш последний бой с армией наемников, а ты взял свою винтовку, да? Да, винтовку, это ж хорошее оружие. Эй, какого фига я рискую своей шкурой, спасая вас? Если вы тут друг друга перестрелять собрали. Эй, меня ты не спасешь, ты спасешь его. Да, ты спасешь этого жирного дебила. Да блин, включите вы свои мозги и помиритесь, а? Или я сейчас вас обоих пулями нашпигую. Они здесь? Очень мутные чуваки подкрадываются к вам. О! Все слышали? Сейчас или никогда? Ну давай, Тревор. Ааа, не могу. Ну и что мне делать? Так. Ты идешь вон туда. Ладно, мне шутить. Ты займешь позицию здесь. А я пойду туда. Ага, вот и они. Надо ждать. Лучше устроить засаду получше. Ну сдохните все. Давайте за Майкла лучше играть, потому что у него... Потому что его способность очень полезная. Да, там... Плохо видно, конечно. А вот и Мэри Уайзер. Сдохните все, зараза, блин. ФРБ и Мэри Уайзер. Все собрались. Друг на друга нападать, походу, еще будут. Стоп. Меня окружили, Нига. Они меня окружают. Мы разберемся. Выручай своего друга. Ладно, ладно. Ладно, уже иду. Приду, приду, когда смогу выбраться из этих красноречивых мудаков. Ой, только бы не угодить в эту... В эту огненную... Таз, блин. Они бегут ко мне. Да-да-да, я стараюсь идти как могу. Тут меня окружают. Сдохните, козлы, блин. Иду, иду, иду. Держись, я бегу к тебе. Жалко, нету этого гранатомета. Ракетниц всяких и так далее. Держи. Ти, отвечай. Деды. Франк. Кажется, Ти в беде, он не отвечает. Там, где я его последний раз видел сейчас отряд ФРБ. Мне надо тут остаться с Ламаром. Блин. Ладно, постараюсь найти его. Только тут целая армия этих гадов. Держи, он прячется-то, а. Слепую стреляю, потому что не видно ничего. Тревор, ну что ты не отвечаешь-то, блин. Вот ты где, сволочь бессердечная. Что случилось-то с тобой, а? Я тут запыхался немного, решил взять тайм-аут. Приятно, что ты за меня переживаешь. Ух, да тут война, конечно, настоящая. Так, все чисто. Идем к выходу. Так, сюда, 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 скорее. Воу, тут, тут точно жесть. Будем их валить, пока они закончатся. Там еще и вертолет сверху летает. Стоп, там машины или вертолеты? Машины. Вау, вау. Вау, вау. А, это не Тревор, это кто-то из Мэри Уэзер. Стреляй, я хочу его скинуть с лестницы. Не успел. С большой высоты, ну... Да, 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 не волнуйтесь. Отстрелим сейчас всех. Отстрелим сейчас. когда не закончится еще одна машина подъехал так все вроде бы больше нет кажется получилось да пока что да вот именно пока что что дальше будем дожидаться когда нас убьют из-за того что этот козел снова перемнется да пошел ты никто никуда не перемнется ты это знаешь да я понимаю нам еще долго это дерьмо все расхлебовать у нас куча старых друзей которым надо вправить мозги куча друзей похоже будет много кровищи надо просто заткнуть рот паре болтунов но давай посмотрим это стив хейнс дэйв нортон нет он нам нужен живым зачем чтоб потом до нас никто не докапывался а тут мудафака из триады которому кажется что у вас двух роман да блин он точно вернется да точно а а как насчет того парня который поцелил ламара встреч мы его завалим да тревор завалит кого угодно ли в полторы джаза крови эй это называется расставлять точки если мы хотим жить в мире спокойствие надо расставлять точки от встреч одни неприятности вот но нам надо разобраться с дэвина уэстоном и стивом хэйнсом давайте разгребать все дерьмо позвони сначала лестер той да прекратить звонить на этот номер это я чувак а ты жив а я думал что твоя мобила попала в чужие руки нет слушай я тебя включил на громкую связь а майк выжил да я тут а второй я посмотрю как тебя закопают землю а ну и чего-то хотел просто побазарить нет есть работа можешь выдать нам координаты некой тераклической постараюсь кто вас интересует сначала стив хэйнс дэвин уэстон вэй чэн б эй и краткой чэн вэй чэн вэй чэн а еще встреча приятеля франкин встреча до его настоящее имя гарольд джозеф окей могу сообщить что вам агент хэйнс снимает свою шоу на персидель перо разрешение на сумке появился на чир он мой и не сразу захотелось убить его когда увидел его ладно у меня есть сигнал мобильника гарольда джозефа он сейчас в центре отдыха биджей смен и займусь я нельзя чтобы его увидел кто-то в компании преступник а для меня кто-нибудь есть кредит китау чена только что заплатили за бутылку магниум в клубе пасекликс ладно я спрошу у него где обитается папаша я найду мистера уэстон и сообщу кардина начнем со стива хэйнса я кстати пробовал это самое а ладно потом расскажу когда убьем стива так план мы составили давайте осуществлять его мы должны уничтожить выбранные цели любое отклонение от плана приведет замешательству у нас только один шанс мне досталась самая мягкота так что я не меняться не буду это штаб-квартира траве филлипс индустриц как дела а что нового трава у нас переходный период правда думаю мы уладили проблему с китайцами у нас есть деньги в банке они вас свалили байкеры не показываются выходит мы богатые нам некого бояться да с тех пор как корпоративные силы не увидят нас опасность наш путь свободен да похоже положительные причины закончились я займусь хэйнсом лес попробую подключить меня к его микрофон хочу послушать что он там снимает и какой он мудак лос-сантос город святых город грешников а между нами лишь шеф в рб снято ну боже мой говнище что сочиняет эту фигню вообще так ладно короче ты правильно кодируешь да ты отлично выглядишь а подбородок как подбородок он острый ладно звук чистый ну хороший скажи чак 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 да все отлично ладно я готов поехали ладно я профессионал поехали привет я стив хэйнс привет я это лос-сантос город целевода город подонков последний великий правильный котел америки смесь безумных фантазий с упадочной реальностью пропорции два к одному окуните в нее страшного агента фрб чтобы разобраться что же на самом деле творится на этой кухне это город где сбываются мечты но иногда эти мечты превращаются в кошмары и стоп снято снято какое клише а мечты это всегда клише что отличный текст я уверен просто перебивку сделай хотя нет лучше продолжим продолжим я кое-что интересное придумал снимаем я стив хэйнс я стив хэйнс окуните в нее страшного агента фрб и вы поймете что происходит при столкновении мечты с реальностью привет я стив хэйнс я вас лежал убийц усмирял идиотов уничтожал террористические ячейки а сегодня я ваш гостин бум снял и да это сильно было действительно сильно круто ну что давай добьем где эта девчонка то что была внизу мне плевать стажер она или нет давай уже начинай съемки понятно я не хочу тут вечно торчать бам бум вайн вуд ладно хорош слушать его болтовню так а я могу оттуда прямо направить прицел могу конечно надо тут надо еще наверно подальше отойти а вот он сейчас я бы хотел ему выстрелить туда же куда он выстрелил андре су санчесу глаз только я что то не уверен что попаду в него но мог было бы неплохо попробовать все эти хэйнс умер отлично ой 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 тут копы кругом были да лестер с хэйнсом я разобрался ты нашел дэвина у вас на да нашел команда бойцов мэри уэзер охраняет его дом сон гвахилс говорю дом но это скорее да да неважно я нанесу ему визит это скорее целый дворец да кто у нас дальше стречи вэйчэн все еще в игре разберемся с китайцами какой бы нам лучше пистолет приготовить только такой есть печально ну хоть что то посмотрим чем они там занимаются старик здесь и он выходит из клуба пистолетом пистолетом то есть если не с в в в в в в И почему-то мы сразу попадаем сюда. Мы почему-то попадаем не туда, куда нужно. Так, все. Чуваки, отряд, больше не будут доставать нас. Проверим машины. Нужно убедиться, что Вэй Чен убит. Вот Вэй Чен. Ха, и Тао Чен. Смотрите-ка, что получилось. У них голые друг в друга зашли. Капец, это вообще как понимать. Ну, Тао... Вэй Чен убит, и его сынишка Тао Чен тоже. Ладно, погнали. У нас встреч еще остался. Подставил Ламара, сейчас будет отвечать за свое. Ламар Дэвис, такой дебил, который хочет пофигеть все традиции. Вы как два дебила. Стретч готов терпеть только тех, которые вчера поливали его штуках. Да ладно тебе. Хочешь посмотреть? Давай я покажу тебе, гляди. Кажется, я знаю, которые из них встреч. Эй, Ламар и Франклин передают вам привет. Что это за белый лисун? Тот, который... Дружок Франклина? Куда это вы намылились? Подождите. Валите его. Сдохни тварь, блин. Он шлепнул встреча, бейте его. Где те, которые палят по мне? Ага, один готов. Ну что, как там его лицо? Дайте-ка посмотреть на его лицо. Разверните-ка его. Красивая мордашка. Надеюсь, она и навсегда такой останется теперь. Да блин, что они кругами-то ездят? Ну-ка идите сюда. Все. Твой приятель встреч больше не проблема. Он мне не приятель. Он нас предал. Спасибо, братан. Ну и кто у нас остался? Я прихвачу Девина Уэстона, чтобы мы смогли с ним повеселиться. Не волнуйтесь, я не начну, пока все не соберемся. Ну, разве что поиграю с ним чуть-чуть. Не просто застрелим его, как сделали со всеми остальными, а именно вывезем его куда-нибудь и все втроем повеселимся над тем, как он сдохнет. Да, у него дворец целый, я вам хочу сказать. Блин. Ну что? Да, их очень много. Я знаю. Меня не беспокоит, только если будут новости из ледейной. Закаляется, да? Противник! Охраняйте главного! А почему он упал? Я же и... А! Он не сразу упал. Но мы друг друга не сможем пробить. А вот я, точнее, я смогу. Чуть-чуть ты высунул башку не туда, куда нужно. Стреляйте на поражение, да? Поражение будет у вас. Ну и... Все? Сколько же вам этот урок платит? Надеюсь, вы не придете шевелить, блядь. Зачем я прыгнул в этот бассейн, а? Ну и где Девин? Ага, в сундуке, значит. Стой, выслуши! Никаких разговоров. Я... Я... Мистер Уэст, он у меня. Давайте вывезем его из города. Пусть исчезнет. Встретимся в скалах на горе Чилиад. Где я? Что происходит? Киропис лежит. Подумай с головой. Заткнись. Ой, блин. Ты искренне плохой волонтер. Разобрался с профессиональными выделителями. Какие люди мне нужны? В твоей компании скоро освободится пост исполнительного директора Пижон. Я против Пижона ничего не умею. Если не считать, что у тебя очередные проблемы. Все проблемы были от Майкла. Он должен был сдохнуть. Ты смотришь на дело рационально. У тебя есть люди полезные и бесполезные. Те, кто бесполезны, должны умереть. Лично я нерациональный. Мне плевать, полезный ты или нет. Вот хочется мне тебя замочить, Девин. И я это сделаю. Ну серьезно, поработай на меня. И это все будет то, о чем ты мечтал. Я мечтал только об одном. Понаблюдать за тем, как ты теряешь сознание и приходишь в себя. Когда я буду медленно потрошить тебя. Да! Да! Вот такие люди мне и нужны! Ну давай же, выпусти меня отсюда! Слушай, у меня есть своя компания. Трайвер Филлипс Индестрии. О! Коллега бизнесмен! А давай я куплю долю в твоем деле. Дам денег на развитие. Ты стала быть не в курсе, но денег у меня сейчас до хрена. Ты ровно еще ты мне ничего не сможешь предложить. Это конец, друг мой. Дожду! Хватит колотить багажную дверь. Никто тебя не выпустит оттуда пока что. Ищи просветление, ты козел дурацкий, бля. Уютно там, да? Мои друзья расстроятся, если я раньше времени продырявлю багажник. Кто только что стрелял по мне? Показалось, наверное, да? Ты сдохнешь. Я сказал им, что не убью тебя, но не обещал, что вырежу тебе язык. Но думаю, что мы тебя убьем. Ты нам всем причинил много вреда. Особенно Майкл. Вот почему те, кого я кладу в багажник, обычно уже мертвы. Ну что, Бижон, сейчас мы с тобой поговорим с глазу на. Все, это последняя сцена. Эй, все в норме? Все же, зашибись, амиго. А, отлично. Франклин, он приедет. Франклин, че как? Вот, дело сделано. Правда же, приятель? Я облажался, чувак. Выбрал третий вариант. Фигово, правда? Дэвин, ты понимаешь? Я думаю, вот так. Ты не такой уж ушлый бизнесмен. У той разновидности американского капитализма, который ты практикуешь, есть два врага. Враг номер один. Аутросинг. Ты нанял сейчас эту компанию, чтобы она сделала за тебя грязную работу, а ты ей не заплатил. Неужто ты думал, ты такой крутой, потому что все правила игры не для тебя, да? А, еще, враг номер два. Вывод прибыли в офшоры. Офшоры? Да, это просто ужас. Ты же не вздумаешь делать это, чтобы сэкономить деньги? Конечно, нет. Ничего, я не собираюсь. Ну, Дэвин, твою точку зрения мы знаем. Держись, свои сраные проблемы подальше от Америки, да? Ну, в таком изложении все предельно логично. Разумеется. Дэвин, прощай, старина. Спасибо тебе за совет. Ну, и что теперь? Заляжем на дно и будем жить дальше. Как друзья. А что, есть еще вариант? Ну, честно говоря, нет. Ну, ладно, значит... Будем ущербными, ужасными, холодными, не имеющими ничего общего с друзьями. Точно? Прекрасно. Тогда мы сможем вернуться к нашим любимым методам обогащения, да? Да, я даже не знаю, насколько они лучше методов Дэвин. Франклин, это лицемерие. Величайшая добродетельность цивилизации. Боже мой, твой психотерапевт страшный человек. Знаю, я по-прежнему себя ненавижу. По крайней мере, я могу об этом рассказать. Но я ненавижу тебя и могу об этом рассказать. Но мне психотерапевт не нужен. Слушайте, чуваки. Я смотрю на вас, мудаков. Мне это реально пугает. Кризис среднего вода. Зря ты боишься, Франклин. Правильно, бойся. Ди, вот что я тебе скажу. Я слишком стар для этой ерунды. Ну вот и все, ребята. Вот такие вот титры я решил сделать. Не знаю зачем. Ну, в общем-то говоря, вот такая вот игра. GTA 5. Сама игра GTA 5, она вообще одна из самых прикольных частей. San Andreas и 5, наверное, самые крутые. Все остальные, они тоже крутые. Но вот эти две, они самые, наверное, офигенные. Виндер Эдишн, ну, снег, снег, разработчики очень классно сделали. Крестик, это убитые персонажи, если что. Снег реально красивый. В GTA Online он добавляется перед Новым Годом. И так далее. Ну вот еще. Такое вот прохождение. Вроде бы его никто бы не делал еще. Во всяком случае в России. Ну что ж. Будет еще бонусная серия. Где мы посмотрим на две плохие концовки. Плюс еще это самое. Причем не только в снежном режиме, а еще в светлое время суток. Так, просто они же в светлое время суток. Ладно, на этом все. С вас, лайкос, подписывайтесь на меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Досматривайте эти титры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok